В память о тех, кто погиб и о тех, кто вернулся с войны, дети, внуки и правнуки военного поколения прошли по центральным улицам Серпухова и пронесли транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной. Акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая ровно в полдень. Участие в ней приняли 37 тысяч человек. Вместе со всеми в «Бессмертном полку» прошла и моя коллега Олеся Кенфеева. На День Победы я спешу поздравить деда. Он вояка, храбрый, бравый, защищал свою державу. Собираться на площади Владимира Храброго Серпуховичи начали еще с утра. Целыми семьями и коллективами. В руках почти у каждого фотографии родственников, близких, тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, кто завоевал победу. Это мои дяди, родные братья моей мамы, которые погибли во время войны. И, к сожалению, сведения, а как они погибли, потому что мама и семья были в оккупации, в Брянской области, мы не имеем. Вот только через архив Министерства обороны выяснили все это дело и сейчас просто поминаем их. В 11.40 минут умолчания как дань памяти и возложение цветов у вечного огня. А ровно в полдень в сопровождении военного оркестра организованная колонна двинулась по улице Советской, потом по Первой Московской и на площадь Ленина. Возглавляет шествие военная техника и ветераны на автобусе. Многотысячный поток людей под музыку. Кто-то даже со слезами на глазах. Плечом к плечу вот так идут потомки военного поколения, держа в руках портреты своих героев. Солдат Великой Отечественной войны. А значит, память о них жива. Для большинства россиян Великая Отечественная война вошла не только в историю страны, но и в историю каждой семьи. Бессмертный полк рассказывает личные истории, которые не прочитаешь в учебниках. Это наша прабабушка-реезник Вера Михайловна. С 15 лет работала в Дашковке всю свою жизнь. В год Великой Отечественной войны выращивала овощи для фронта. Также рыло противотанковые окопы награждена медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, медалью за оборону Москвы, золотой медалью героя. Это портрет отца моего мужа. Внучек Николай Алексеевич воевал во Втором Белорусском фронте разведчиком. Прошел всю войну с 18 лет. После войны долго жил. Сейчас, к сожалению, умер. Какое сегодня ощущение, когда вы в строю бессмертного полка? Ощущение, во-первых, гордости за нашу страну, торжественность какая-то, благодарность. Расскажите, чей портрет несете? Дед Деремедведь Степан Григорьевич, Саратовская область, город Балашов. Сам полковник запаса. Дед приехал в Серпухов пройти здесь. Закончил под Кёнигсбергом всю войну. Шофер. Есть у вас какие-то традиции, как отмечать праздник 9 мая? Я всю жизнь военный был, поэтому всю жизнь в парадах участвовал. А сейчас вот в гражданскую с дедом иду. Мой дедушка, Тилюков Василий Яковлевич. Боевал на Северо-Западном фронте. Был воздушный стрелок-радист. Имеет три награды. Великой Отечественной войны второй степени, медаль за отвагу и орден славы. Я держу фотографии в руках своего родного дяди, Павел Яковлевич Поляков. Летчик, герой Советского Союза. Умер 22 апреля 1945 года под Кёнигсбергом. Калининград сейчас. Нашли его могилу в 1983 году только. А кто нашел? Школьники, Балтийский город сейчас там, это закрытый город. Мама его так и умерла, не знала, что была могила. Потому что ему написали, Ворошилов, когда ее звезду ей передавал, что он в море упал. А тут школьники нашли. Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в 2011 году. В последующие годы распространилась не только на российские города, но и на другие страны. Пусть он землю сбережет родную, а любовь, хотим, что сбережет. В этом году среди участников шествия много детей. А это живое свидетельство того, что подвиг военного поколения помнят все новые и новые поколения. И будут помнить. Прежде всего, через личное, через семью. На площадь Ленина «Бессмертный полк» зашел час дня. Здесь всех участников ждала праздничная программа и поздравления, мастер-классы и полевая кухня. Для ветеранов Великой Отечественной была организована фронтовая полянка. Этот цветой для российского народа день, объединяющий все поколения, несет нам светлую радость от установления мира на земле, гордость за наших героев и в то же время горечь от того, что невозможно восполнить утраты многомиллионных человеческих жизней. Настроение праздничное. Мы народ победитель. И сегодняшняя акция «Бессмертного полка» еще раз подтверждает, что мы едины, что мы едины в нашей победе, что мы правильно оцениваем то, что делается сегодня в нашем государстве. У меня в руках портрет моего деда Сизова Ивана Михайловича, который был награжден двумя орденами, многочисленными медалями, воевал. А где воевал? Воевал Белорусский фронт. Правильно сделали, что соединили круг площадь Ленина, превратили ее в тот самый круг, который замыкается, потому что жизнь наша никогда не замыкается, правда? Все с праздником, во всем удачи, дорогие мои старуховичи! На площади Ленина в День Победы ровным строем. Под громкие ура собравшихся прошлись участники парада на Красной площади в Москве. 600 курсантов Серпуховского филиала. Это День Победы в борщах права. Это праздник с сединою на висках. А завершилось празднование Дня Победы, которое длилось целый день. На сцене выступали серпуховские и московские творческие коллективы большим, красочным салютом. Над городским округом он прогремел 10 вечера.